Всем привет! Это канал Прответок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком, как вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня расскажу о сроках посева овощей на рассаду и помогу вам составить календарь посева. Сроки посева семян на рассаду тесно связаны со сроками ее высадки в открытый грунт либо в теплицу, а также зависят от региона выращивания. Если посеять рассаду слишком рано, то она перерастет, либо при недостатке освещения вытянется, а значит и хуже приживется, даст более скудный урожай. А если же рассаду посеять слишком поздно, то и урожай будет запоздалым и попросту может не созреть до наступления холодов. Чтобы таких проблем не возникло, очень удобно составить таблицу-шпаргалку по посеву основных культур на рассаду. И сегодня я объясню, как правильно это сделать. Итак, наша таблица будет состоять из пяти колонок. В первой колонке мы укажем название культуры, которую будем сеять. Затем в следующей колонке дата посева. В третьей колонке период всходов, то есть тот период, за который всходы появляются. Далее возраст рассады, то есть тот возраст, в котором мы будем высаживать рассаду в открытый грунт либо в теплицу. И последняя колоночка примерная дата высадки этой рассады. Далее пойдем по списку, по культурам. Например, первая культура, которую высевают на рассаду, у меня сельдерей. Значит, высевать сельдерей я буду примерно 10 февраля. Период на всходы дают 10 дней. Значит, период высадки рассады, то есть возраст рассады у меня будет 70 дней. А значит, дата высадки в открытый грунт 1 мая. Если в вашем регионе в этот период еще стоят холода, еще почва не прогрелась, конечно же, сроки сместятся. Вам нужно определить оптимальные сроки для вашего региона. Следующая культура это баклажан. Баклажаны я буду сеять 15 февраля. Период на всходы примерно 10 дней, если семена не проращивать. А возраст рассады 60-65 дней. К этому периоду я всегда добавляю 7-10 дней, если рассада распекировалась в отдельной емкости. Почему я делаю так? Потому что, когда мы достаем рассаду из общей емкости, нарушаем корневую систему. Затем пересаживаем ее в другую емкость и рассаде нужен период на акклиматизацию, на приживаемость. Она попросту на этот период на 70 дней притормаживается в росте. Поэтому к периоду 65 дней я добавляю 7-10 дней. А в теплицу баклажаны я уже буду высаживать к 10 мая. На улице уже установится нормальная теплая погода. Весенних заморозков у нас в этот период сильных не ожидается. А если ожидаются в теплице, всегда можно еще укрыть рассаду дополнительно, например, белым спонбондом, либо поставить на ночь обогреватель. Поэтому все будет хорошо. Перец я также буду высевать 15 февраля. Как и в случае с баклажанами, возраст рассады примерно 65 дней. Опять же 10 дней на всходы, если мы семена не замачивали, не проращивали. И прибавляем опять же 7-10 дней на акклиматизацию, если рассада пикировалась. И опять же в теплицу я буду высаживать перец 10 мая. Следующей культурой идут томаты для закрытого грунта, то есть для теплицы. Их я буду сеять 5 марта. Период на всходы примерно 5-7 дней, в зависимости от сорта, либо от того замачивали бы семена, проращивали, либо сеяли сухими. Далее идет возраст рассады. Томаты обычно высаживаются в теплицу в возрасте 60-65 календарных дней. И опять же, если их пикировали, прибавляем уже в случае с томатами 5-7 календарных дней к этому возрасту. И соответственно томаты, так же как и перцы и баклажаны, я буду высаживать 10 мая. И скоро скажу, почему именно в этих числах. Дальше идут томаты открытого грунта. Их я буду высевать в 20-х числах марта. Примерно с 15-го по 20-го марта. Почему же я так поздно их высеваю? Потому что в открытом грунте в мае еще довольно холодно. И могут быть весенние заморозки. Поэтому в открытый грунт я томаты смогу высаживать в последних числах мая. Примерно 25-27 мая. Когда уже почва хорошо прогреется и будут ночи более теплыми. Возраст рассады для томатов открытого грунта 50-55 дней. Но иногда 60. Потому что в открытом грунте все-таки мы выращиваем более раннеспелые сорта. Чтобы урожай мог более рано созреть до наступления холодов и неблагоприятных всяких погодных условий. Еще одна культура, которой выращиваю, это капуста. На рассаду капусту я выращиваю в теплице. Не дома. Потому что очень большой объем рассады. Ее я буду высевать на рассаду в теплицу примерно с 25-го марта по 5-е апреля. Когда уже высветит солнышко и почва оттает. В принципе капуста довольно холодостойкая культура. И даже небольшие весенние заморозки ей не страшны. Тем более, что в теплице можно сделать еще дополнительное укрытие с панбондом. В этот период я высеваю разные виды капусты. Это и белокочанная капуста, это капуста брокколи, это цветная капуста и так далее. Все их я сею в один и тот же срок. Капуста всходит довольно быстро. Всходы уже появляются через 5-7 дней. А возраст рассады, когда мы высаживаем капусту в открытый грунт, примерно 40-50 дней в зависимости от сорта и вида капусты. В открытый грунт капусту я буду высаживать также 10 мая. То есть, когда я высаживаю рассаду капусты в открытый грунт, я освобождаю теплицу. И на это место я высаживаю перцы, томаты и баклажаны. И у меня получается такая экономия. Можно вырастить рассаду капусты, не занимая дополнительной грядки на огороде, не сооружая дополнительных теплиц и укрытий, чтобы эту рассаду получить. Совместно с рассадой капусты в теплице. Кстати, я высеваю и многие другие культуры. Например, ту же зелень. Сею салат, рукколу, высаживаю лук на перо, сею редис. И все это вырастает до момента высадки томатов, баклажанов и перцев в эту теплицу. Если вы выращиваете и другие культуры через рассаду, например, те же петунии, либо огурцы, вы можете также их добавить в свою таблицу. Но, например, я такие культуры не выращиваю через рассаду. Я сею семена прямо в грунт. И петунии, и огурцы. Да, урожай, конечно, чуть-чуть попозже, но меньше ухода. И меньше места на подоконниках будет занимать такая рассада. Соблюдая сроки посева на рассаду овощных культур, вы никогда не потеряете в урожае. И будете собирать те же огурцы, томаты, либо баклажаны ведрами. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok